Человек-эпоха, достойный сын своего народа, надежный товарищ. Это лишь малая часть того, что прозвучало сегодня, во время проводов «Последний путь» заслуженного журналиста Карачева-Черкесии Мусали Шакова. Простится с ним Ваул Малый Зеленчук, откуда рода Мусали Мордасович, приехали его родные, друзья, коллеги, люди, которые были знакомы с ним лично или по радиовыпускам и телепередачам. Слово Артуру Мкцы. Есть люди, о которых трудно говорить в прошедшем времени даже после их безвременного ухода. Для региональной теле- и радиожурналистики Мусали Мордасовича Шакова можно считать целой эпохой. Он около 40 лет посвятил любимому делу, в своё время выбрав для трудоустройства малую родину, хотя имел немало других вариантов. Мусали Шаков являлся одним из основателей национальной телевизионной журналистики Карачао-Черкесии. Он в совершенстве владел черкесским языком. Внёс большой вклад в его сохранение. Сделал немало, чтобы сберечь национальные обычаи и традиции. Его трудолюбие, профессионализм, человечность, любовь к родине и умение находить общий язык с самыми разными людьми отмечали все, с кем удалось побеседовать в ауле Малы Зеленчук, где состоялось прощание заслуженным журналистам Карачао-Черкесии и Адыгейму с Али Шаковым. Сегодня, да, самый такой тяжёлый, самый грустный день для нас, друзей, которые с ним не просто учились, мы прошли жизнь. Представляете, с 65-го года, с интерната мы все, сегодня это около пяти... больше, чем 50 лет мы дружили. Я могу сказать одним словом, что Муслим Ардасович, это моё мнение, ум, честь и совесть адыгского народа. Сегодня мы потеряли старшего товарища, коллегу. Я много лет знал Муслим Ардасовича. И могу сказать, что это был настоящий мэтр. Человек, который себя вёл очень достойно. Он не гнался за наградами, он не гнался за пустыми словами. Но всегда, в любой момент, когда к нему можно было обратиться, нужно было обратиться за помощью, он всегда делал всё, что мог сделать. И все мы хорошо знаем, какое наследие он оставил. Высочайший интеллектуал, с исключительно широкой эрудицией. В любой области, в науке, в литературе, в поэзии, в культуре он разбирался исключительно наилучшим образом. И все, кто с ним рядом работал, приходили к нему за советом. Это был для нас не только хорошим журналистом, очень творческой личностью, это был для нас мудрым наставником. За годами ты стал для нас просто другом. Мы 30 лет плечом к плечу создавали программы. Мы рассказывали о людях нашей республики. Мы рассказывали о событиях. Они были разные за 30 лет. Но какая бы ни сказывалась ситуация, ты всегда выходил с достоинством. И с любой ситуацией. Потому что ты человек совести. Ты справедливый человек, ты человек чести. Общение с Мусалим Ордасовичем с теплотой вспоминают все, кто с ним встречался на различных площадках. Будь то коллеги или герои программ на радио и телевидении. На его выпусках не первое десятилетие учатся молодые журналисты. Он умел найти интересное в, казалось бы, обыденном. Писать, говорить, доносить до народа извечное об обычаях и традициях. Прийти к чему-то интересному, тонкому. Рассказывать историю своей республики, истории родной земли. И входить в каждый дом. Ту теплоту, которую мы в своих родных очагах сохраняем, чтобы эту теплоту и доброту мы не носили во все дома. Артур Махцей, Мухаммед Ашебоков. Вести, Карачаево-Черкесия. Хабецкий район.